Арское кладбище Первые упоминания о барском кладбище звучали еще 250 лет назад. Здесь словно в музее, что не нагрубная плита, история. Краевед Анатолий Елдашев начал интересоваться судьбами здешних могил еще 16 лет назад. Ему важно, чтобы они не покрывались паутиной времени или засохшими листьями. Надо из него сделать, по крайней мере, исторической основной части, как мемориальную зону. Чтобы эта зона была включена в наши маршруты, туристические маршруты. Забота о местах захоронений – традиция, не имеющая определенного религиозного лица. И потому убираться на кладбище вышли около полусотни верующих. У нас в Татарстане особое место уделяется тому, что мы, как представители разных конфессий, все-таки можем и объединяемся в таких вот благих делах, таких, например, как посещение мест захоронений и приведение их в соответствующий порядок. Это наша память. Мы идем из тех корней, которые находятся сейчас на кладбище. Для нас, для нашей жизни, для нашего будущего очень важно. Заросшие травой могилы, опавшие листья и бытовой мусор. Особенно печалят верующих найденные бутылки от спиртного у захоронений. Эта уборка стала и протестом против экстремизма. События трехнедельной давности не забыты. 8 сентября на Ново-Татарском кладбище неизвестные разбили почти 100 надгробий. Виновные до сих пор не найдены. Печально, что происходят такие случаи. Даже нет здравой оценки поведения таким людям. С чем они способствуют своими действиями, непонятно. Я даже слов не могу подобрать, что в душе может быть. Потому что у каждого есть все-таки родственники, у каждого есть тоже могилы. И они должны, наверное, были думать, что с их родственниками то же самое может случиться с их матерями, которые будут похоронены в дальнейшем. Мы только молимся, чтобы Господь вразумил таких людей, прийти в разум истины, набраться хотя бы какого-то человеческого ума и покаяться в таких злых деяниях. Кладбище хранит истории. Многим захоронениям уже несколько веков. Привлечь внимание к их состоянию. Цель межконфессиональной акции. Это только первый шаг. В будущем планируется издать полный список захоронений и памятников, имеющих историческое значение. Елизавета Саляхова, Рушан Гунудинов. Новости Татарстана. 25 лет в жизни города. В жизни каждого.